В общем, заскочили в супермаркет по дороге, нужно минимально купить продуктов. Но хочу показать кое-что, то, что вспомнила. Кстати, когда-то делала видео о ценах на продукты, сейчас не об этом. Вот в Америке все яйца, они идеально чистые. То ли их моют, то ли каким образом у них так получается, непонятно. Более того, перед покупкой лотка, любой американец его открывает и проверяет. И если там одно какое-то надбитое, такой лоток вряд ли кто-нибудь когда-нибудь возьмет. Но совсем быстро, не вдаваясь в детали, покажу, как оформлены отделы в преддвериях Хэллоуина. Опять же, костюмы уже все показывала. Вот конфетный отдел. Классно, такое дерево. Ну, в общем, куча-куча конфет Хэллоуина. Обычно это какие-то огромнейшие упаковки известных видов в Америке, но с соответствующим, видите, оформлением. Вот такая вот злостная тыква или кто это там, вампир какой-нибудь. Какие-нибудь листики осенние, ну и все так далее по смыслу. Вот здесь, кстати, где клиренс 1 доллар, а ВОЗ 922, в общем, здесь были памперсы, товарищи. Что-то, я не знаю, в силу чего такой вот был клиренс, но большие достаточно упаковки памперсов. Там на детей 3, по-моему, 6 месяцев, всего лишь по доллару, представляете? Вот мамаши радовались. Расхватали все, пустые полки. Вот это вообще обсмеялось, смотрите, кто понял, кто нет, что это такое. Это костюмы на животных, вот собачку свою можете туда посадить. И костюмы типа тоже на тему Хэллоуина, представляете? Посадите собаку внутрь, будет вот она вот в таком пауке. Вот, или вот в таком таракане вообще. Ой, а как вам вот это вообще, русалка? Ой, сейчас я пересмеюсь вообще. В общем, я так представляю, животное в стрессе, да? Мермеид. Да, в костюме это русалки. Лично мне вообще вот этот крабик приколол. Да, и вот еще фишка. Но я думаю, может быть, даже мы купим, у нас есть собачка Фрэнки. Но не у нас, а у сестры Джозефа. Говорю, давай купим Фрэнки подарок на Новый год тоже. Мы всем же подарки покупаем. Класс, да? Будет у нас мексиканец Фрэнки. Ой, товарищи. И вот это мне вообще понравилось. Смотрите, или такой вот шериф у вас будет. Ой, у меня просто идиотский смех разбирает. Вот девочка шериф, вот мальчик. Или вот мексиканцы могут быть. В общем, да, боже, что тут только не придумывают. Ну это вообще, ну. И вот еще нашла тоже, просмеялась. Вот типа, оденьте свои вы песика к Новому году на тему. Вот такой кепи с шарфом модным. А это не знаю, что это такое. Впереди шарфик. В общем, вот варианты, как его можно одеть. Ой, не знаю, я вообще тут ухожу, угораю. Тут кепи разные. Вот такой с бубодным можно. Ну вот можно, как и эта, шапка-ушанка. Пробегая мимо, первый раз увидела такую фишку. Называется Vibration Boots. Look, it's like for me. Не знаю. It's 15 dollars? Не знаю, может быть. В общем, не знаю, это типа, одели вы эти ботинки и будет вам массаж. А это вот Vibration Pillow, да? Вот там будет массаж, потому что такой детский вариант. Ну, к тому, что и такое здесь тоже есть. Кто бы мог подумать. В общем, чуть-чуть поприкалывались мы в магазине. Be careful. Тут есть еще вот такие вот разные. Джозеф мне, кстати, предложил. Сейчас. Ужас. В общем, мы тут посмеялись, ребят. Я забрела в такой сектор. Вот смотрите, костюм обезьянки. Но знаете, что меня больше всего поразило? Вот, пожалуйста, вот мишка. Вот такой можете, вот Тедди, да? Вот тут вот капюшончик в виде мишки. Да, вот, пожалуйста, кто мечтал быть спайдерменом? Мужчины, там, может, не состоялась, другая профессия получилась. Ну, можете как раз воплотить свои фантазии в жизнь. Ну, вот это, друзья, я не представляю. Вот кто вот это оденет? В общем, еще раз поражаюсь, чего здесь только нет. И, конечно, когда я, знаете, увидела размер этого, но это однозначно на взрослого, я была, конечно, удивлена. Но у нас взрослые вряд ли бы такое одели на себя, не знаю. Хотя... Да, ребят, вот это еще так, гвоздь программы. Кто себя в этом костюме видит, пожалуйста, я не буду говорить, что это. It's a shit costume. Спасибо, Сэньки, that explain me. Друзья, ну, мы с мужем переговорили, и мы не поняли, вот кто захочет даже в шутку такой костюм на себя одеть. Ну, наверное, кто-то хочет, раз это продается. Посмотрите, какая огромная тыква в магазине лежит. Супер! Это жена до 1339 фаундов. Ничего себе! Вот, second place winner! Второе место! Тыква настоящая, ребята! Вау, караул! Где ее такую вырастили? Каким образом, непонятно. Все, товарищи, как в той песне, свято наблужайте, свято наблужайте. Вот, перед Крисмосом, самый конец октября, сейчас уже продается вовсю Эгнок. Что это такое? Его используют для кофе. Ну, если дочитываться, то это милк, корн-сироп, сахар, в общем, какие-то яичные желтки, ну, и тут что-то еще, какие-то добавки. Как я уже когда-то упоминала, продается он ограниченное количество времени, не круглый год. Ну, такой, скажем так, штрих праздников нового года. Вот его цена. 4,63, здесь литр 89. Сейчас хочу показать вот такую штуку в супермаркетах Велмарт. Это, кажется, грубо говоря, самообслуживание. Я была в шоке первый раз, когда это увидела. То есть вот так вот набираете товары, чтобы не ждать кассира, подходите и начинаете сами себя пробивать. Пробиваете, кладете вот эти такие весы. Оно еще как-то контролирует вес. Вот, например, манго сейчас мы положили. Вот, например, search item. Ну, наподобие, как у нас в супермаркетах взвешивают фрукты, но там мы просто этот ценник налепливаем на предмет. Здесь что-то подобное. Вот, один у нас. Вот оно висит здесь. И вот кладем сюда. Причем здесь тоже весы, они как-то по весу сравнивают, то ли ты взвел, например, на мониторе, и соответствует ли его вес там как-то плюс-минус. Ну, вот сейчас вот будем платить. Тут все стандартная процедура. Ну, как-то вот так вот. В общем, друзья, таких касс очень много. В любое время суток вы можете рассчитаться. Без проблем кассира ждать не надо. Меня, конечно, это сразило на повал, потому что, сами понимаете, в нашей стране вряд ли это все будет работать. Вот, кстати, там и камера вверху, то есть, чтобы вы не думали, что, ну, можно как-то там пробить не все, что положено, или не в том объеме и так далее. В общем, немножечко отвлекли нас. Это были кассы самообслуживания в супермаркете Велмарт, в принципе, в Сейфе. В других супермаркетах часто такие кассы есть. И все-таки хочу где-то повториться, что первый раз, почему на меня это все произвело такой неизгладимый шок, потому что, я думаю, в нашей стране эта система бы не работала. Ну, сами знаете, несмотря на камеры, которые установлены и так далее, я думаю, наши умельцы нашли, скажем так бы, отходные пути, как отовариваться очень выгодно для себя. Но, вот еще раз вам пример, насколько американцы незаконно послушные. И я со многими разговаривала, у них даже в голову, там, знаете, не приходит вообще даже подумать, чтобы там что-то не пробить, или как-то там манипуляции какие-то производить и так далее. Мне, кстати, это очень нравится, потому что, я считаю, нужно все-таки придерживаться каких-то правил и порядков. Ну, а на этом, друзья, всем пока-пока, до новых встреч, репортажа, увидимся.